МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика, в студии Родион Архипов. Пока ученики наслаждаются каникулами в школах, кипит работа, ремонт там уже закончен, помещение, облагороженное оборудование приобретено. Остался последний рубеж приемка школ. Она продолжается. В составе спецкомиссии пожарные, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, чиновники администрации города. Вместе с ними готовность некоторых школ решил проверить и глава столицы Леонид Черкесов. Объезд показал. Редкая проверка обходится без нарушений. У директоров школ летом работы не меньше, чем в остальное время. Вместо учебного процесса под контролем работа строителей. В 48-й школе еще в прошлом году была капитальная починка. На бюджетные 2 миллиона рублей восстановлена кровля, заменены системы электровода, снабжения, двери и окна. А в этом году ремонт проведен уже своими силами. Силами родителей, конечно, на добровольной основе, силами наших учеников, силами наших учителей, силами наших техперсонала мы провели полный косметический ремонт на всех трех этажах. Покрасили коридоры, покрасили фойе. Полностью оснащены и отремонтированы кабинеты начальной школы. Закуплена мебель полностью, закуплены доски. Меняться можно благодаря разным программам. Школа – участница проекта «Доступная среда». Скоро появятся специальные кабинеты, сенсорные и другие. Еще в прошлом году в старой столовой заменили оборудование. Получилось новое. А вместе с тем улучшился аппетит у школьников. Все благодаря участию в другом проекте – совершенствованию питания. Блюд у нас третьих – это от силы 6-7. Обязательно. И первых 5. Ну вот завтрак стоим из завтрака. 15 рублей было. 15 рублей. А обед? Обед – 35. 48-е в общем готовы к учебному году. Единственное – в планы нужно вписать ремонт актового и спортивного залов. В целом спортивная база в школах совершенствуется. Залы ремонтируются, оборудование покупается. Спортивный зал требует и актовый зал требует ремонта. Я думаю, что на следующий год, актовый зал в этом году, спортивный зал, на следующий год он должен приобрезаться. Те школы, которые в 70-е, в 80-е, активный город разросался, строились, они сейчас в данный момент как раз требуют внимательного отношения городских властей. Под зорким оком комиссия безопасность. Создание информационных стендов по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям только приветствуется, как и видеонаблюдение. Только оно еще не везде. Городские власти заверяют, оснащение школ и детсадов видеокамерами продолжится. Эта задача на ближайшие 2-3 года. Мы уделяем внимание, в первую очередь, путем эвакуации, первичным средствам пожаротушения, то есть это огнетушители. В принципе, во всех школах у нас сейчас есть на данный момент сигнализация, система оповещения, то есть первичные средства. Пожелания к школам всегда есть у специалистов Роспотребнадзора. Они детально осматривают помещение. Достаточно ли в них комфорта и света? Вердикт экспертов таков. Школы, в данном случае Московского района столицы, к учебному году готовы. Серьезных претензий нет, но все же. Мелкие нарушения есть, но из мелких это вот. Ну, допустим, вот здесь парт одного размера. Их нужно потом сопоставить, когда придут дети, непосредственно ученики. И в каждом классе, в принципе, должно быть не менее двух размеров ученической мебели. Потому что дети у нас разновозрастные, они одной группой одного роста, они являются одной группой роста. Поэтому вот в этом плане, конечно, мебель нужно будет расставить с учетом тех требований, которые изложены в санитарных правилах. Комиссия оставляет рекомендации руководителям школ. Исправить огрехи им предстоит в определенные сроки. Ольга Григорьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Минущество Чуваша отчиталось, как реализуется в Республике федеральный закон о предоставлении участков многодетным семьям. В рамках закона на 1 августа на учет для получения земельного участка поставлено почти 3,5 тысячи многодетных семей. Кстати, только за июль их количество увеличилось на 132. Больше всего заявок в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Затем идут Новочебоксарск, Канаш, Цивильский и Ворнарские районы. Уже получили участки 1316 семей. Причем половина их собирается строить жилье, а вторая половина использовать под личное подсобное хозяйство и дачи. На 1 августа текущего года полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи, поставленные на учет в Алатарском и Канашском районах. Самый низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками по-прежнему в Канаше, Шумерле и Чебоксарах из-за нехватки свободных территорий в городской черте. Жили люди в старом доме, пока не попали под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако на этом их проблемы не закончились, а только начались. Люди остались без жилья вовсе. Об этой запутанной истории в одном из сельских поселений Аликовского района мы рассказывали в марте. Накануне суд определил, кто в данной ситуации виноват и что им за это будет. Март 2013. Шумшвашское сельское поселение. Видно, что этот дом не самый современный, но, судя по внешнему виду, вполне пригодный для жилья. Новая кровля, окна внутри, новая сантехника. Однако уже несколько лет дом пустует. Без предоставления временного жилья людей выселили под предлогом ремонта. А обратно так и не заселили. У родственников жила зимой, а летом с коровой в сарае. Там кровать, стол у меня там чисто было. Корова с одной стороны там летний у нее сарай, а в зимнем. Там все вымыло, чисто, все, порядок. В 2010-м администрация поселения провела конкурс среди застройщиков. Но когда победившая строительная компания работы по ремонту почти закончила и получила часть денег по программе переселения граждан, начали всплывать интересные подробности. По договору застройщик должен был не ремонтировать ветхий дом, а построить новый, заявил правоохранительным органам глава поселения. Дом изношен на 75%, подтвердили эксперты. Ничего подобного в контракте не было. Конструкция изношена лишь на 39%, парировал директор строительной компании. Вот так дом оказался под арестом, а решать спор взялись правоохранители. Директор общества с ограниченной ответственностью строимонтаж Месаутов ранее неоднократно выполнял работу по муниципальным контрактам в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Он вступил в преступный сговор с главой шумшиварского сельского поселения Филимоновым. Через 9 дней после заключения контракта Месаутовым и Филимоновым были подписаны акты выполненных работ. То есть фактически как подрядчик, так и заказчик подтвердили, что за 9 дней якобы был построен новый дом, куда было бы предложено переселиться гражданам из ветхого и аварийного жилья. В итоге на скамье подсудимых оказались и застройщики, и сам глава поселения. Месаутову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Ганееву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей. А главе шумшиварского сельского поселения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно без штрафа. Что ж, виновников наказали, однако больше всего пострадали жители. Гарантий, что и следующую зиму им не придется провести в сараях с коровами, никаких нет. Жилье им не предоставлено до сих пор. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. Сфера ЖКХ на общественном контроле. Интересы собственников жилья теперь отстаивают не только правоохранительные органы. За дело берутся специализированные организации. После реформирования жилищного кодекса подобным компаниям дан зеленый свет. Общество по защите прав потребителей коммунальных услуг недавно появилось и в Чебоксарах. С первых дней работы специалистов засыпали жалобами. С какими проблемами приходится сталкиваться и насколько эффективно их удается решать, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Квартира пенсионерки Анастасии Спиридоновой каждый год страдает от обильных осадков. После дождей в комнатах настоящий потоп. Проблема известна многим жильцам. В стенах дома образовались трещины. Когда управляющую компанию завалили жалобами, ремонт был проведен. Но компенсировать ущерб коммунальщики не торопятся. Взыскать деньги Анастасии Николаевне помогают общественники. Недавно они обратились в суд. Суд решил оплатить все расходы, компенсацию дать и сделать швы и капитальный ремонт в квартире. И эта организация вам помогла обратиться в суд? Да. Эта организация от моего лица сделала судебное решение. На сегодняшний день у нас еще пока это определение не исполнено. То есть это дело у нас закончилось мировым соглашением. Но добиться такого решения сложно, отмечают в обществе по защите прав потребителей коммунальных услуг. Зачастую суды встают на сторону управляющих компаний. Собственники жилья, процессы проигрывают. Услуги квалифицированных юристов сейчас стоят дорого. В общественной организации людям помогают бесплатно. Но их поддержка далеко не безгранична. В штате всего 5 специалистов. И они увязли в работе. В нынешний период у нас в работе порядка 40 исков. Из них они все затянуты. Причина в основном то, что больше всего почему-то наши судьи поддерживают управляющие компании, а не собственников, которые имеют полный пакет документов с причиненными ущербами. Это все затягивается. Тут различные много случаев бывают. Собственники жилья обладают широкими правами, но многие об этом не догадываются. Управляющие компании обязаны реагировать на все жалобы оперативно. Но зачастую коммунальщики наводят порядок в доме только по решению суда. В обществе защиты прав потребителей эту тенденцию пытаются переломить. Первые вопросы были те, которые в феврале были по перерасчетам. В основном здесь заявления приходили по 20-30 человек в день. Принимали здесь юристов. Мы направляли в управляющие компании города с просьбой о том, чтобы нам ответили на эти письма. В Чебоксарах права потребителей в сфере ЖКХ отстаивают две общественные организации. Столичные власти в подобных компаниях заинтересованы. По сути, именно они становятся посредниками и миротворцами в непростых жилищных отношениях. Именно через общественные данные объединения у нас как раз и проводить данную работу в первую очередь, это, конечно же, жилищное просвещение наших граждан. Это, значит, обсуждение тех изменений, которые происходят в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и защита прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг. Последнее время на сторону общественников встает прокуратура и жилищная инспекция. В судах удается решать самые сложные случаи. Но дело у специалистов, организации всегда будет не в проворот. В сфере ЖКХ проблемных вопросов много и желающих нажиться на средствах жильцов меньше не становится. Обращаться в общественную организацию люди стали чаще и уже сейчас назрела необходимость в открытии районных филиалов. Они появятся там, где проблемы в сфере ЖКХ не решаются годами и множатся как снежный ком. Первые филиалы откроются в Канаше и Шумерле. Минрик Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня день рождения отмечает Чебоксарский автобус. Ровно 75 лет назад в этот день в столице Чувашии открылись два маршрута общественного транспорта. Представьте себе, в 20-30-х годах прошлого века люди в городе довольно легко обходились без автобусов и троллейбусов, про которые вообще ничего в те годы не слышали. Все Чебоксары умещались на дне залива. Лишь в начале 30-х появились несколько зданий на перекрестке улиц Карла Маркса и композиторов Арабьевых, бывшей Володарского. До железнодорожного вокзала добирались на попутных машинах, нередко на телегах. Однако город рос и развивался довольно быстро. По сравнению с 20-м годом население увеличилось в пять с лишним раз. Жилые микрорайоны, подумать только в те годы, они, наверное, были спальными. Начали появляться вдоль улиц Карла Маркса и Калинина на Кировском и Чапайском поселках. Тогда-то и решено было пустить по городу автобус, сразу по двум маршрутам. Сегодня по Чебоксарам размеренно ходят троллейбусы, снуют такси и маршрутки, попадаются и автобусы. Но не очень часто, особенно в дневные часы. Действительно, с учетом рыночных отношений, которые развиваются из года в год, у нас появились альтернативные перевозчики, что сказывается на экономическом положении, и мы вынуждены сокращать наши рейсы по той простой причине, чтобы не терпеть колоссальные финансовые убытки. Совсем пустые автобусы гонять от конечного пункта до другого экономически нецелесообразно. Поэтому существует, как бы сказать, программа развития транспортной сети. Она выполняется, но еще и в дальнейшем будет корректироваться. Но, с другой стороны, хочу сказать и заверить, так сказать, льготников наших, что их интересы ущемлены не будут. Вполне вероятно, в недалеком будущем наземный транспорт вообще исчезнет, уступив место аэротакси или каким-то иным средствам передвижения. Все может быть. Но возможным это станет благодаря первому автобусу, который связал пространство и время. Елена Гальперина, Игорь Порочиков, Николай Яковлев. Республика. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него полезная информация о том, где лучше всего покупать квартиры и машины в Чебоксарах. Не пропустите. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Крупнейший региональный холдинг России «Транстехсервис» решил порадовать жителей республики. Отныне авторюбители Чуваши по достоинству могут оценить все удобства современного дилерского центра «Шевроле-Опель». Новая артерия «Транстехсервиса» прописалась по адресу Марпасадское шоссе 19, корпус 2. Подобные аналоги автоцентра существуют пока в Вишкороле, Нижнекамске, Набережных Челнах. Просторы дилерского центра «Шевроле-Опель» впечатляют. Общая площадь почти 2000 квадратных метров. Демонстрационный зал позволяет внимательно рассмотреть полный модельный ряд автомобилей. Автоцентр будет оказывать полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Шевроле» и «Опель». Мы работаем с компанией «ТТС» очень давно. Они старый, надежный, проверенный партнер. Это очень большой региональный дилер в Поволжье России. Они доказали, что они надежны. Мы очень рады, что наш дилерский центр работает, и мы здесь открываем новый. Россия занимает четвертое место в мире по величине рынка «Дженерал Моторс». За пять лет взаимовыгодного партнерства было продано более 8 тысяч автомобилей. Горожане и селяне как раз ставили перед органами власти вопросы, чтобы эти центры были у нас. Чтобы не ездить в Казань, не ездить в Нижний Новгород или вообще не выезжать в столицу нашей России, город Москва. Вот мы, договорившись с Вячеславом Викторовичем на сегодняшний день, выполняем просьбу наших жителей. Это очень важно. Под ваши аплодисменты, дамы и господа. Открытие автосалона «Офин». Чебоксарцы смогли оценить не только соотношение цены и качества, но и достоинства автоновинок. В особенности им понравились североамериканские красавцы – внедорожники «Тахо» и «Блейзер». Уже поступили первые заказы. Я сам обладатель «Шевроле Круз» старой модели до 2013 года. Она более красивее смотрится. А так, из всего я рассматриваю «Шевроле Тахо». Она как легендарная у нас в фильмах снимается постоянно. В Чебоксарах мы решили открыть дилерсисцентр, потому что республика в последние годы очень динамично развивается. По нашим оценкам, здесь перспективный автомобильный рынок, и мы надеемся, что благосостояние жителей республики будет только расти. Не за горами открытие нового дилерского центра. В приоритете, безусловно, экономичность, безопасность и яркий внешний облик автомобиля. 14-й микрорайон Новоюжного района, или Лента, как его здесь называют, расположен в самом живописном месте по проспекту тракторостроителей. Из одного окна открывается вид на город, из другого – пейзаж с полями, лесами и лугами. Оба здания девятиэтажные. В каждом однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. Причем даже однокомнатные выглядят просторными. Все дело в правильной планировке здания, поясняет директор стройфирмы Юрий Ефремов. Чем они отличаются? Во-первых, конструкциями наружных стен. Они выполнены по классической технологии из глиняного кирпича толщиной в три кирпича. Это, если выражаться в строительной терминологии, или 77 сантиметров. Фундамент дома – сплошная монолитная плита. Что позволяет с уверенностью утверждать о высочайшей степени надежности и долговечности возводимого дома. У «Мастерстроя» есть собственное производство строительных изделий. А вот облицовочный коричневый кирпич – специально привезенный из Самары. Стены обладают пониженной теплопроводностью. В квартирах зимой тепло, а летом не жарко. Кроме того, в каждой квартире предусмотрены индивидуальные счетчики тепла. Захотел – отключил тепло и зимой. Лишние деньги платить не придется. Девятую позицию «Мастерстрой» планируют сдать уже во втором квартале, а десятую – в конце следующего года. А вот 18-этажное здание по улице Калинина окнами трехкомнатных квартир выходит на Чебоксарский залив и Волгу. Но вид из окна – всего лишь бонус. В основной список включены более ощутимые удобства. Например, подземный гараж. Потом три этажа – это офисные помещения. И оставшиеся 15 этажей – это жилые квартиры. Трехкомнатные, двухкомнатные, однокомнатные. Строительная компания «Мастерстрой» на строительном рынке уже более 12 лет. Срок вроде небольшой, но за это время в Чувашии появилось немало общественных и жилых зданий, построенных фирмой. Чебоксарцы знают «Мастерстрой» как организацию, строящую качественное, современное и удобное жилье.